Для лучшего понимания конфликта, рекомендую посмотреть первую часть по подсказке в правом верхнем углу. Мир всем! Вы на канале Эхо Войны, и я ее голос Ник Рай. И сегодня у нас завершающее видео по теме таджикской войны 1992-1997 годов. Сегодня мы разберем, как война из Клановой превратилась в борьбу Вовчиков и Юрчиков, как криминальный авторитет спас страну, каким образом слабовольный президент стал пожизненным руководителем. Давайте разбираться! Субтитры сделал DimaTorzok Хотите прочитать уникальную историю о людях на современной войне? Тогда предлагаю вам свою первую книгу из серии под названием «Вырваться с войны. Сломанные судьбы». История расскажет вам о судьбе двух девушек и парней, которые против своей воли стали участниками боевых действий в окруженном городе. Осажденный Светлоград не первый год разрывается изнутри. Наемники, местная дружина и мародеры с бандитами не дают спокойно искать спасения в развалинах города. Надежда на мир не оставляет и армии ДРСН и СССР, что держат плотную блокаду и обстреливают город. Смогут ли герои сохранить себе человека или сломаются и станут подонками? Почему неподготовленные к войне люди идут на нее? Что испытывает человек, очутившись в круглосуточном кошмаре? Читайте бесплатные главы на Ридера. Ссылка в описании. Вкратце для тех, кому лень смотреть первую часть. В СССР Таджикистан испытывал кучу проблем. От измождения пахотных и пастбищных угодий, до войны кланов и влияния иностранных спецслужб. Все это привек к Душанбинским погромам 1990 года и теме нашего сегодняшнего ролика. В Душанбе прошли беспрецедентные акции вандализма. Было парализовано производство. Люди не ходили на работу из-за боязни за жизнь своих семей. После февраля 1990 года начинается массовый исход русскоязычного населения. С провалом ГКЧП в 1991 году в Таджикистане проходят первые выборы в правительство. От Коммунистической партии и ее сторонников выдвинули Рахмона Набиева. А кандидатом от Демократической партии Таджикистана стал московский режиссер Давуат Худоназаров. Народ поддержал знакомого Набиева. Однако некоторые очевидцы событий утверждают, что и эта победа была условной, так как имела место быть подтасовка голосов. Уже первые политические шаги Набиева были катастрофой. Он укрепил позиции исламского националистического общества Растахес с таджикского возрождения. Эта партия состояла из интеллигенции Таджикистана. Именно Набиев признал исламскую партию возрождения Таджикистана во главе с казеколоном Хадждой Акбаром Тораджунзодой. До этого партия находилась в подполье. Набиев утратил контроль над средствами массовой информации и освободил участников февральских событий в Душанбе. Однако есть и другое мнение на этот счет. Некоторые считают, что столь катастрофические решения принимал не Набиев, а председатель Верховного Совета Таджикистана Сафарали Кенджаев, так как Набиев уже был надломленным человеком и обладал слабой волей. Доброе время суток. С вами программа «Азия. Большая игра» и я ее ведущий Давид Эдельман. А сегодня у меня в гостях мой старый знакомый, израильский бизнесмен, блогер, политолог, политический активист, бывший член городского совета города Кириат-Арба. А в этой передаче он как бывший участник военных действий в Таджикистане, гражданской войны в Таджикистане, которая была в 90-е годы. Мне первый вопрос. Саша, а чего еврейского мальчика занесло на Таджикскую войну? Что ты там искал, за что боролся? Давид, мы жили в Душамбе тогда. Я рос в Душамбе, я родился в Душамбе. Да, я ощущал себя еврейским мальчиком, но это не мальчик со скрипочкой, это мальчик, который отличается от таджикских мальчиков тем, наверное, что у нас немножко другие праздники, что немножко по-другому у нас обычаи. А во всем остальном я чувствовал себя частью этой страны, и мне было 18 лет. Произошло голосование. Практически во всех крупных городах Худаназаров выиграл. За счет массового голосования в Сагдийской области, бывшей Леннабадской, и в Кулябском регионе, где Кулябский мула копал под главного мулу Таджикистана и видел себя в этой должности, и он смог убедить темное население Куляба, которое плохо понимало, за что и как они голосуют, и вот это дало преимущество. Была еще и подтасовка, но даже подтасовка не могла скрыть этой ситуации. По подтасованным результатам это было 58-30, но вот эти вот 18% они не пришли из городов. Поэтому установился некий статус-кво, что одни других не трогают, дается какая-то свобода слова, свобода там, не знаю, самовыражения. Но Набиев победил выбор. Да, и пытаются, а эти признают победу Набиева, и пытаются коллегиально руководить страной, не делая резких движений. Но Набиев много пил, и он практически передал власть в стране Кинжаеву, Сафарли Кинжаеву, своему заместителю, спикеру парламента, и тот просто-напросто стал, как медведь в посудной лавке, как слон в посудной лавке, ломать все статусы к его. Он посадил Икрамова, мэра Душамбе, демократа. Он снял с должности Навджуванова, героя февральских событий, которые во главе отрядов самообороны вместе с войсками МВД эти события и подавил. И он был наоборот, герой второй стороны. Но его он снял за то, что тот помирец. И когда был арестован Мирбабом Ирахимов, собрался митинг. Несмотря на Рамадан. Потому что он был популярным человеком, популярным журналистом, моим личным другом. И мы пошли на митинг. 1992 год. Начинаются последние события перед таджикской трагедией. 7 марта 1992 года был арестован видный демократ, председатель Душанбинского горосполкома Максут Икромов. А 11 марта Душанбинским городским судом был приговорен к двум годам тюремного заключения один из руководителей Растахеза, Мирбобо Миррахимов, за клевету на председателя Верховного Совета Таджикистана Сафарали Кенжаева. 23 марта по республиканскому ТВ прошла прямая трансляция заседания Президиума Верховного Совета, на котором Кенжаев по сфабрикованному им делу в неудопустимой форме обвинил министра внутренних дел помирца Мамадоёза Новджуванова в превышении полномочий и потребовал его отставки с целью назначения на пост министра МВД своего ставленника из числа своих земляков-ленинобатцев, что было расценено как антипомирская акция. Спустя три дня, 26 марта перед президентским дворцом на площади Шахидон, начались многодневные митинги с выдвижением помирцами требования об отставке Сафарали Кенжаева. Кроме крика из Стефо, с таджикского отставка, добавился лозунг «Нет потомкам кровавого Чингисхана» в руководстве Таджикистаном. В течение двух недель число митингующих на площади Шахидон достигло 50-60 тысяч человек. 20 апреля открылся 13 съезд Верховного Совета Таджикистана. На нем было решено оставить спикером парламента Кенжаева. В ночь с 21 на 22 апреля вооруженная оппозиция окружила здание парламента, и сторонники оппозиции взяли в качестве заложников около 20 человек, среди которых оказались 16 депутатов Верховного Совета и два заместителя премьер-министра. Заложников доставили на площадь Шахидон, пригрозив расправиться с ними, если власти не пойдут на уступки. 23 апреля Сафар Али Кенжаев покинул пост председателя Верховного Совета. Членом президиума становится Ходжа Акбар Тураджон Зода. Этот человек, однажды обращаясь по телевизору к бывшему председателю исполкома Горно-Бадахшанской автономной области Искандарову, сказал «Не садись в это гнусное коммунистическое кресло, оно загажено твоими предшественниками, мы сделаем тебе другое кресло». И на манер своих предшественников поднял два пальца вверх, показывая жест победы. Какими методами должно было делаться это самое кресло, вы уже догадываетесь. В ночь на 23 апреля в Душанбе прибыли кулябцы и организовали митинг в поддержку Кенжаева на площади Азади. На площади Шахидон митинговала оппозиция, в основном поддерживаемая выходцами из Гарма, Бадахшана и Матчинского района Ленинабадской области. А на Азади – сторонники правительства из Ленинабада, нынешний Ходжент, Гессара и Куляба. Эти два митинга проходили в 500 метрах друг от друга. 29 апреля на 14 съезде Верховного Совета Таджикистана восстановлен Сафар Аликенжаев. Узнав об этом, оппозиция блокировала президентский дворец. В ответ на это, на следующий день чрезвычайная сессия Верховного Совета объявила об введении на неопределенный срок прямого президентского правления на всей территории республики. 1 мая президент Набиев издал указ о формировании особого батальона Национальной гвардии и санкционировал раздачу своим сторонникам на площади Азади 1800 автоматов. 5 мая в одном из кишлаков на Яванской дороге к югу от Душанбе произошло кровопролитие. Местные жители помешали проезду в город сторонников правительства из Куляба для участия в проправительственных демонстрациях. На место событий прибыла Национальная гвардия и вооруженные люди с площади Азади. В результате чего произошло вооруженное столкновение. По сообщениям жителей Кишлака, представителей мемориала и Human Rights Watch, в ходе столкновения погибли два человека из особого батальона и около 15 местных жителей. Спустя несколько часов после этого группы молодых людей, объединяемые термином молодежь Душанбе, захватили телецентр и передали его под контроль оппозиции. Так начиналась таджикская война. Но прежде чем мы начнем рассказывать о ней, зададим важный вопрос – кому была выгодна эта война? Первая версия гласит, что США в пользу этой теории приписывают прилет Джеймса Бейкера в Душанбе в 92-м году. Джеймс Бейкер – глава администрации президента Рональда Рейгана и государственный секретарь США с 1989 по 1992 годы. В 1991 году США признали независимость Таджикистана. Один из очевидцев упоминает, что транспортные самолеты Си-130 в течение всего февраля прилетали в Таджикистан, предположительно, с оружием. В частности, этим можно объяснить появление оружия у оппозиции во время апрельских акций. Какой-то другой самолет всегда ехал в аэропорт снимать, любоваться. И Саша маленького с собой обычно возил полюбоваться на эти самолеты. И вдруг мы знаем, что прибывает Джеймс Бейкер вдруг в феврале 92-го года в Душанбе. Февраль 92-го года, конец февраля. Джеймс Бейкер прибыл на американском Боинге президентском. Я видел, как он садился, я ехал в аэропорт. Джеймс Бейкер – это был тогда госсекретарь США. А президентом был Буш, старший. Вдруг Джеймс Бейкер, госсекретарь США, в конце февраля прилетает сам собственной персоной в Душанбе. Встречается с Набиевым, о чем-то говорят. Кроме Джеймса Бейкера с Боингом правительственным, в эти дни прибыло очень много рейсов Си-30 американских самолетов. Впервые я увидел их, идущих на посадку в Душанбинском аэропорту. Ну, как очевидно было, эти Си-30 были гружены оружием полностью. Короче говоря, после его прибытия в конце февраля 92-го года, где-то в марте 92-го года, через три недели, на площади Шахидон опять засели вот эти вот, опять засели вот эти бородачи, и стали требовать отставки правительства, и все такое, и Набиева, и всех прочих. В президентской гвардии эти пулеметы и БТР стояли прямо за чугунной оградой этого президентского дворца, и все понимали, что в крайнем случае, если вот эта толпа рванется туда, то вот эта президентская гвардия, хотя там 10 БТРов, моментально всех утихомирит, особенно если решится применить оружие. Тут же все разбегутся. Но все 30 приезжали в течение всего февраля, они случайно прилетали с душами. Как выяснилось, горы оружия были завезены, и вот эта толпа уже была вооружена. Но так как бабаи не могли обращаться с оружием, среди бабаев было много боевиков, уже завезенных откуда-то, многие европейской внешности с приклеенными не случайно бородами и усами, они должны были вести потом боевые действия. У всех оказались автоматы, и начались вооруженные столкновения, они должны были начаться. Однако встает вопрос, для чего Таджикистан? США? Одной из версий называют то, что Таджикистан, стоя на политическом перекрестке, все же больше видел себя антикоммунистическим, и в связи с этим США решили поддержать Таджикистан как потенциального союзника, и именно поэтому раздали оружие оппозиции, чтобы та свергла остатки коммунистической номенклатуры. Однако, если почитать исследование Рашида Абдуло, политика США в Таджикистане, от признания независимости к партнерству, то можно прочитать следующий текст. Признав независимость Таджикистана, Соединенные Штаты сразу же оказались бы перед еще одним непростым выбором. Если другие республики Центральной Азии вступали в эпоху независимости внутренне достаточно консолидированными и возглавляемые лидерами, легитимность которых была абсолютной, то в Республике Таджикистан сложилась совершенно иная ситуация. Республика вошла в новый период своей истории, пребывая в глубочайшем политическом кризисе. Она была расколота ожесточенной борьбой за власть, вспыхнувшей еще в феврале 1990 года, на фоне развивавшегося процесса деградации СССР, при этом противоборствовавшие стороны надеясь на политическое признание и поддержку американцев. В следующем фрагменте описывается мировая обстановка для Таджикистана, в рамках которой прилетел Джеймс Бейкер. Данный визит проходил на фоне внутреннего политического кризиса в Республике и политика идеологического непринятия влиятельными силами России официальных властей Таджикистана, осторожной и выжидательной позиции Китая и европейских стран, повышенной активности Ирана, вызывавшей в Таджикском обществе диаметрально противоположные эмоции. В этих условиях будущее Таджикистана в значительной степени зависело от позиций США, единственной сверхдержавы мира, по отношению к развивавшимся в Республике и вокруг нее неоднозначным процессам. Джеймс Бейкер и представляемое им высшее руководство Соединенных Штатов, проявив политический реализм и исходя из своих национальных интересов, поддержало Республику Таджикистан и Таджикское государство как таковое. На практике это означало поддержку тогдашнего президента Рахмона Набиева в качестве официального главы Республики Таджикистан, а также легитимности выбора таджикского народа. Таким образом, США признали действующую власть в лице Рахмона Набиева, признав, что в данной ситуации варианта лучше не будет. Это признание можно обусловить и упомянутой активностью Ирана, так как Таджикистан – это форсиязычная страна, со схожей как у Ирана культурой, то лучше пусть она будет союзником, чем врагом. И всё это происходит в 1992 году, задолго до событий 11 сентября 2001 года. В 1992 году США ещё не начали кампанию против Афганистана, и острой необходимости в стране соседей не было для того, чтобы, например, дозаправлять свои самолёты в аэропортах. Поэтому, беря во внимание всё вышеупомянутое, я считаю, что война в Таджикистане не развязана США, а те же С-130 могли перевозить оборудование для посольства Душанбе, которое откроется 13 и 16 марта, чуть меньше месяца с визита Джеймса Бейкера. А как известно, посольство – это легальная точка разведки, вербовки и анализа разведданных, что, соответственно, требует специалистов, оборудования и времени. Более реалистичной версией кажется развязывание войны руками России и, возможно, Узбекистаном. Со слов очевидцев, после развала СССР начался сбор бывших советских республик в единую систему. Как итог, им стало Содружество независимых государств, оно же СНГ. Вместе с этим в то же время появилась Организация договора коллективной безопасности – ОДКБ. Вот второй пункт из четвертой статьи из договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. В случае совершения агрессии, вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету, на любой из государств участников, все остальные государства-участники по просьбе этого государства-участника незамедлительно предоставляют ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимся в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В принципе, ничего особого здесь нет, однако этот пункт означает, что любое иное государство-участник имеет право ввести войска в случае угрозы безопасности, стабильности, целостности страны или ее суверенитета. Есть версия, что с таким пунктом не соглашалось множество бывших союзных республик, и чтобы продемонстрировать необходимость в этом договоре, Россия разрезала войну, а именно, раздала оружие, лежащее на складах 201-й мотострелковой дивизии, участникам митингов с площади Азади и Шахидон, чтобы создать вооруженные столкновения между митингующими, что приведет к эскалации конфликта. И когда закончился Рамадан, он вырос до 20-25 тысяч человек, и митинг вынудил Кинжаеву идти в отставку. Когда Кинжаев ушел в отставку, его сторонники из Кулява собрали митинг на соседней площади. И противостояние двух митингов длилось где-то месяц, полтора месяца. Оно еще не должно было вылиться в гражданскую войну, люди не хотели воевать. И тут Кинжаев и Набиев предпринимают странный шаг. Они раздают своим сторонникам автоматы на площади. Когда ты раздаешь одной стороне автоматы на площади, позаботься хотя бы о том, чтобы проверялись, в какой ты площади. Когда в 200 метрах от тебя, в 300 метрах от тебя стоит другая площадь, с другими людьми, которые ничем не отличаются от этих, только лозунгами. Понятное дело, пришли с той площади и тоже получили автоматы. И в результате это оружие разошлось между сторонами. Я долго думал, я честно думал, что это было разгильдейство какое-то. Эти автоматы выдавали со складов 201-й стрелковой дивизии. Но прочитав откровения российских грушников, которые тогда приняли самое непосредственное участие, я вижу, не было никакого разгильдейства. Им не важно было, какая сторона победит. Им важно было свистеть всех лбами. Важно было, чтобы вспыхла война. А в чем смысл? Ну вот, февральские события обвиняют КГБ, а последнейшие события обвиняют ГРУ. А зачем это нужно было Москве? Я объясню. Ты помнишь, когда распался Советский Союз, в принципе, сразу же началось движение, собирать все эти осколки в какое-то единое целое Содружество независимых государств. Были огромные проблемы. Я думаю, что если бы просто Россия сказала, что Таджикистан может быть частью России, Таджикистан бы с удовольствием побежал. Не в этом была игра. Не в этом была игра. Была огромная проблема с подписанием так называемого договора о коллективной безопасности. Это слишком жесткий договор. Это жестче, чем варшавский договор. Это значит, что все страны могут вмешаться во внутренние дела одной, если там что-то идет не так. Не хотели подписывать это. Не хотел Узбекистан. Не хотел Туркменистан, кстати. Не хотела Украина. Многие не хотели. И нужно было устроить показательное кровопускание, показательное свержение какой-то старой советской элиты в одной из стран, чтобы напугать других. Я тебе сейчас дам тайминг. Главный... Первое мая раздают оружие. Пятого мая начинаются бои. Десятого мая практически оппозиция берет под контроль Душамбе, потому что она более организована. Одиннадцатого мая она разгоняет митинг на площади Азади. Это один год, это девяносто второй год. И пятнадцатого мая подписывают договор о коллективной безопасности в Ташкенте, когда Набиев уже на коленях, когда он пошел на правительство коалиционное, чего он страшно делать не хотел, потому что все боятся. Все видят, что могут свергнуть их тоже, что они могут быть следующими в очереди. Что все эти бывшие партийные элиты, которые возглавили эти страны, что они понимают, что это и по их душу колокол звонит тоже. Что это может быть вот так. И вот это была цель. По крайней мере так пишут бывшие игрушники. Эта версия звучит более правдоподобно, так как понятен мотив и цель этих действий. Но внимательный зритель спросит, хорошо, мотив России понятен, а при чем тут Узбекистан? Главным фактором и уже даже символом противоречий между Таджикистаном и Узбекистаном является проект строительства Рагунской ГЭС. Ташкент критично воспринимает планы Душанбе возвести самую крупную в регионе гидроэлектростанцию. Вот что на этот счет говорит статья BBC News. Узбекистан выступает против практически всех водно-энергетических инициатив Душанбе и строительства крупных ГЭС в Таджикистане и Киргизии. В Таджикистане считают, что запуск новых энергоблоков позволит стране добиться энергетической независимости, а государством Центральной Азии наладить постоянное энергоснабжение. Страна испытывает большие проблемы с электроснабжением. В зимнее время большая часть республики обесточена. Однако, Ташкент высказывает опасения, что дополнительные станции вызовут серьезные экологические проблемы в регионе и приведут к нехватке воды для потребления и орошения в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане. Осложняют отношения соседей и споры вокруг использования трансграничных рек. Многие наблюдатели уверены, что решение проблемы может зависеть и от позиции Москвы. Однако аналитики задаются вопросом, в обмен на что Кремль согласится решить таджикско-узбекскую проблему и на какие уступки готово пойти таджикское правительство. Также стоит помнить, что Узбекистан помогал Таджикистану авиаподдержкой в гражданской войне и выступал против оппозиции. Но вместе с этим есть и версия, что таким образом Узбекистан хотел привести к власти более надежного и лояльного человека, сместив Набиева. Как раз таким и стал Эмамали Рахмон. Несмотря на нового президента, между Таджикистаном и Узбекистаном сохраняются напряженные отношения, несмотря на то, что между этими странами есть дипломатические отношения. Поэтому утверждать, что Узбекистан развязал эту войну я не буду, так как доказательств недостаточно. Но и говорить, что Узбекистан никак не был заинтересован в этом конфликте, тоже оснований нет. Выводы, как всегда, делайте вы, уважаемые зрители. А теперь мы начинаем говорить о самой войне. Прежде всего отмечу, что основная фаза конфликта протекала с 92-й по 93-й, а в последующие годы боевая активность уже была невысокой. Так что не стоит ждать в этом видео маневров полков, батальонов, крупных танковых и воздушных сражений, какие, например, были в Ирано-Иракской войне. В неспокойной обстановке МВД Таджикистана заявило о нейтралитете. Однако на сторону оппозиции перешел советник президента по обороне, сдав 200 единиц огнестрельного оружия и 4 бронетранспортера. 7 мая с площади Азади стали уходить куляпцы. Уходили с боями, так как оппозиция их преследовала. К 10 мая Душанбе практически был захвачен оппозицией. Вернувшиеся домой куляпцы, не имеющие РПГ и достаточного количества людей для противостояния техники и более организованной оппозиции, стали создавать силы сопротивления. Позднее эти силы назовут Народный фронт Таджикистана. НФТ. 10 мая сторонники оппозиции двинулись к зданию Комитета национальной безопасности, где предположительно находился президент, требуя, чтобы он выступил перед ними. В тот момент, когда люди подошли к зданию КНБ и начали разбирать заграждения с колючей проволоки, силами безопасности по ним был открыт огонь, в результате чего погибли 14 человек. После этого на площади Шахидон начался новый митинг. На следующий день после этих событий было сформировано правительство национального примирения, в котором оппозиция получила 8 должностей, в том числе и несколько ключевых. 16 мая последняя колонна автобусов увезла участников митинга с площади Шахидон в родные кишлаки. Со стороны куляпцев выступил мула Хайдар Шарифзода. Он выступил против Казиколона, обвинив его в ваххабизме, чуждом таджикскому народу. И выступил также против идей кофирства, нечестивости. Так начался новый виток конфликта. Из кланово-политического он стал превращаться в более знакомую войну юрчиков и вовчиков. Вовчиками звали оппозицию. Такое название дали из-за идей ваххабизма, которые проповедовала эта сторона. Юрчиками же называли НФТ и его сторонников. Такое название было дано из-за большого количества бывших членов армии, внутренних войск и МВД. Но именно юрчиками их называли из-за имени руководителя этих структур в советское время. Юрия Андропова. Считалось, что Андропов железной рукой желал навести порядок в Союзе. И такая позиция была близка юрчикам, так как те тоже желали навести порядок, изгнав оппозиционеров. В этот момент неожиданно появляется человек по имени Сангак Сафарович Сафаров. Человек, который три раза сидел в советской тюрьме. Первый раз за то, что угнал машину, во второй раз бил пешехода, а третий получил за убийство. Вы уже, наверное, подумали, что это полевой командир оппозиции, который обличал коммунистов и русских фразочками по типу «Коммунисты использовали таджиков как расходный материал» или «Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины, наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи, опять придут коммунисты». Но нет. Чтобы разобраться, кем же был этот человек и каков его вклад в эту войну, стоит отмотать назад в еще советское время. Сангак Сафаров родился 1 января 1928 года в селе Шугнов. Отец был репрессирован. Оба младших брата умерли от голода, а старший брат осужден в 1939 году. В 1951 году в 23-летнем возрасте Сангак Сафаров получает год тюрьмы за угон. В 1957 был осужден за наезд на пешехода со смертельным исходом. После второй ходки Сафаров нашел работу в торговле. Он продавал в парке пиво. В 1964 году, защищаясь от ракетира чеченца, который посоветовал поделиться прибылью с точки, Сангак убивает его и получает свой третий срок. В исправительно-трудовой колонии Сафаров поднял восстание заключенных и получил еще шесть лет сверху. Общий тюремный стаж этого человека – 23 года. Согласитесь, не таких людей мы себе представляем, когда дело заходит о лидерах группировок по защите страны. В следующий раз Сафаров оказался на свободе уже в 1980-е и был удивлен, как быстро меняется мир. Первая жена осетинка давно сбежала в Россию и уже пожилой Сангак взял себе таджикскую девушку, которая была младше на 30 с лишним лет. Она родит ему 8 детей, но в 90-е Сафаров, не разводясь, женится второй раз по исламским законам. Его избранницей станет медсестра, которая трепетно за ним ухаживала. Как уважаемый в криминальной среде человек, скоро он соберет вокруг себя молодых людей и начнет крышевать цеховиков в Душанбе и во всем Таджикистане. Когда после обретения независимости в стране начнется гражданская война, окажется, что именно Сангак Сафаров является одним из немногих людей, у кого есть выдающиеся организаторские способности и кто может брать ответственность на себя. В начале 1992 года его братва возьмет под контроль крупный областной центр Куляб и возглавит сопротивление националистам, что прикидывались демократами, сторонниками исламского правления и представителям других региональных кланов, которые намеревались изменить свою пользу, расклад сил. По происхождению Бобо Сангак, или как его позже станут называть Дедушка Сангак, сам был кулябец, а потому решил таким шагом обеспечить себе надежный тыл. Так, Сангак Сафаров стал лидером НФТ. Не оспаривая пока положение ленинабадского клана, который господствовал на его родине в советские времена, криминальный авторитет договорился с Россией и воевать с оппозицией ему помогала знаменитая 201-я дивизия, а также спецназ под командованием полковника Клочкова. Владимир Васильевич Клочков тоже сыграл немаловажную роль на стороне НФТ. Родился в поселке Краскино Приморского края в семье военного. Школьные годы провел в Уссирийске. В 1966 году окончил местное суворовское училище с золотой медалью. Четыре года спустя окончил Киевское высшее общевойсковое училище. После училища его отправили в Псков, в спецназ. По словам Клочкова, в то время это была секретная служба. Мать о ней ничего не знала, а отец только по секрету. В 1981 году Клочков окончил военную академию имени Фрунзе в Москве. Для военного это было очень престижно. После академии Клочков в должности старшего офицера поступил на службу в разведуправление Ленинградского военного округа. В 1983 году после смерти отца Клочков отправился в Афганистан, получив должность командира спецназовской бригады ГРУ. По другим данным, командиром отдельного отряда спецназначения 40-й армии. Там он в 1984 году был контужен. В том же году Клочкова наградили орденом Красной Звезды. После Афганистана Клочков снова служит в Пскове и немного в ГДР. В 1989 году командует 15-й бригадой спецназа ГРУ, генштаба в Туркестанском военном округе, а в 1990-м выполняет спецзадание в Азербайджане в ходе армяно-азербайджанского конфликта. 1 июля 1992 года бригада спецназа ГРУ, которой командовал Клочков, вошла в состав Минобороны Узбекистана. Офицеры восприняли перевод крайне негативно, и некоторые даже предлагали устроить бунт. Клочкову удалось убедить подчиненных в целесообразности перевода. После этого бригаду направили в Таджикистан, где разгорелась гражданская война. 27 июня в южных районах Таджикистана вспыхнули вооруженные столкновения, начавшиеся из-за конфликта местного населения Вахшского района с переселенцами из соседних регионов. Воспользовавшись этим, вооруженные сторонники Набиева из Куляба захватили местную радиостанцию и сообщили о нападении на Вахш 3000-го отряда демократов-исламистов. Призвав жителей Куляба, Ленинабада и узбекское население в Курган-Тюбе начать вооруженную борьбу с исламскими демократами. В ходе пятичасового боя, в котором с обеих сторон согласно данным Республики МВД участвовало около 400 человек и 2 БТР, погибли 35 и было ранено 56 человек. 29 июня в Курган-Тюбе при посредничестве Давлата Худоназарова было достигнуто соглашение о прекращении противоборствующими сторонами боевых действий. По сведениям Кулябского областного исполнительного комитета, число беженцев в результате столкновений в июне-июле составило 132 тысячи человек. 1 июля из-за обострения ситуации на юге правительство приняло постановление об охране особо важных объектов в Республике, в соответствии с которыми частям 21-й мотострелковой дивизии Объединенных Вооруженных Сил СНГ была поручена охрана Нурекской ГЭС, Явонского электромеханического комбината, Вахшского азотно-тукового завода, ряда объектов военного назначения, а также нескольких участков автодорог на горных перевалах вдоль границы Кулябской и Курган-Тюбинской областей. 26 июля по инициативе министра внутренних дел Навджуванова были проведены переговоры в Хароге. Противоборствующие стороны подписали соглашение о прекращении огня с 10.00 28 июля. Однако спустя несколько часов после этого в Бахтарском районе Курган-Тюбинской области произошло вооруженное столкновение между прокоммунистически настроенными таджиками Кулябского происхождения из Кишлака Сарипул-1 и сторонниками оппозиции гармского происхождения из Кишлака Сарипул-2, приведшее в вмешательство вооруженных подразделений СНГ и милиционеров. До 4 августа исламскими боевиками Рахимбеком Нурулабековым и Давладбеком Махмудовым был убит генеральный прокурор Таджикистана Нурулла Кувайдулоев, что вызвало на родине погибшего в Кишлаке Пангас Аштского района Ленинабадской области и в Кулябе массовые митинги, на которых резко осуждалось правительство национального примирения. Приблизительно в 15 часов 31 августа молодежь Душанбе совместно с беженцами из Курган-Тюбинской и Кулябской областей, блокировав выходы из президентского дворца, потребовали встречи с президентом. Через несколько часов они захватили резиденцию, но Набиева там не оказалось, поскольку он успел укрыться в гарнизоне 201-й мотострелковой дивизии ОВС СНГ. В руках захватчиков оказалась группа заложников численностью 48 человек, одного из которых жестоко убили. Условием их освобождения беженцы поставили немедленную отставку президента, и для пущей убедительности из окна здания был высунут гранатомет. В телефонном разговоре со спикером Верховного Совета Акбарша Искандаровым Набиев сообщил, что он не собирается уходить на пенсию, а заложников пусть стреляют, если хотят. Спустя два дня заложники были отпущены. На фоне этих событий в Ленинабадской области было объявлено о создании национальной гвардии численностью в две тысячи человек. 2 сентября члены Кабинета Министров подписали совместное заявление о недоверии президенту и приняли решение открыть 4 сентября сессию Верховного Совета. В этот же день перед зданием Абузполкома в городе Курган-Тюбе собрались сторонники президента. Во время выступления Сангака Сафарова отряды Исламской партии Возрождения ИПВ и Демократической партии Таджикистана ДПТ, взяв митингующих в кольцо, открыли огонь, а также одновременно при поддержке бронетехники захватили ключевые места в городе. В городе началась резня, в том числе и в квартале, где жили узбеки, выходцы из-под Самарканда. Тысячи людей хлынули под защиту 191-го полка 201-й дивизии в прилегающий к нему поселок имени Ломоносова. Намеченная на 4-5 сентября сессия Верховного Совета Таджикистана, которая должна была решить вопрос об отставке главы государства, не состоялась из-за отсутствия достаточного числа членов собрания. 7 сентября 1992 года Рахмон Набиев попытался тайно отбыть в родной Хаджент, который, как и Куляб, не контролировался исламистами. Но его перехватили по дороге в аэропорт. В целях не допустить расправы над президентом, к аэропорту прибыли 4 танка, 1 БТР и 1 БМП-201-й мотострелковой дивизии, а также 4 БТР МВД Таджикистана. Оппозиция заставила Рахмона Набиева сложить свои полномочия. Через месяц Верховный Совет Таджикистана собрался на сессию в Варбобе под Хаджентом. Главой республики с подачи Сангака Сафарова назначили Эммали Рахмонова, Кулябца, а председателем Совета Министров Абдулла Джанова, Ленин Абадец. Военные действия из центра переместились в регионы. События в Таджикистане привели к массовому исходу беженцев. В конфликт активно стали вмешиваться политическое руководство соседнего Узбекистана. Генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров, ставший позднее заместителем министра обороны Таджикистана, в своих воспоминаниях писал «Хотелось бы пояснить, чем мы в республике занимались и в чьих интересах действовали. Мы защищали конституционный строй Таджикистана, одновременно являясь офицерами узбекской армии, а думали в первую очередь о том, что матушке России не нужен был этот бардак в регионе, где к власти рвались исламские фундаменталисты. Все, кто там воевал из горлушников, имели опыт Афганистана за плечами. Выдвигались мы из Черчика, с территории 15-й бригады спецназа ГРУ, на тот момент отошедшей к Узбекистану. Нужно признать, что президент Ислам Каримов повел себя мудро. Он прозорливо предугадал возможное развитие ситуации, и опасаясь ее развития, по сценарию ваххабитов решил отдать приказ на формирование специального корпуса в Узбекистане и оказать помощь НФТ. Разумеется, он преследовал и свои цели – отсечь северной провинции Таджикистана, где располагались более 100 развитых предприятий и мощных ВПК. Забегая вперед, скажу, что сделать это ему не удалось. В Курган-Тюбе исламисты вырезают окраинный городской квартал Ургут, где жили узбеки, выходцы из Самарканда. 25 сентября было совершено нападение исламистов на поселок имени Ломоносова под Курган-Тюбе, где сосредоточились большие группы беженцев. Исламисты проникли в поселок и, оттеснив офицеров 191-го полка 201-й дивизии, устроили резню. Ответными действиями Куляпцев стало нападение на Курган-Тюбе и засевшую там оппозицию. Боевой ответ под командованием Лонгари-Лонгариева выбивает из города и его пригородов всех исламистов. Лонгари-Лонгариева некоторые называют легендарным полевым командиром. Карьера Лонгари-Лонгариева начиналась вполне путнично. Вернувшись домой после срочки в армии, он отучился на тракториста и женился. Вскоре после рождения сына уехал на два года в Казахстан, в спецучилище внутренних войск МВД. Закончив обучение в школе милиции, Лонгариев какое-то время работал библиотекарем в исправительной колонии номер 7. К началу гражданской войны на погонах у 36-летнего Лонгари было всего три лейтенантские звезды на погонах, но его неформальный авторитет среди сослуживцев оказался в дальнейшем важнее высоких офицерских чинов. С момента, когда Душанбе фактически оказался в руках исламской оппозиции, Лонгариев покидает прежнее место службы и встает под знамена Народного фронта. Первый бой он принимает, будучи разведчиком, в Пянчском районе. Там ему удается разоружить одно из подразделений местной милиции, и там же Лонгариев вступает в жестокую перестрелку с противником. Дальше на его боевом пути будет Вахшский район, откуда отряду приходится отступать в Куляб. Сам Лонгариев хорошо разведал обстановку в Курган-Тюбе, знал отношения местных жестокости исламистов, а потому накануне, по рассказам его отца, смог договориться с командиром 201-й базы в Кулябе о предоставлении нескольких единиц бронетехники, бронетранспортеров и БМП. Ранним утром 27 сентября внезапным штурмом отряд Лонгариева занял Курган-Тюбе. Под контролем Лонгариева оказался стратегически важный регион, где располагался таджикский алюминиевый завод и энергетический центр страны – Нурэкская ГЭС. И именно во время боев за автомобиль командира подорвался на мине. Однако на этот раз Лонгариеву повезло – он отделался легкими ранениями и продолжил выполнение боевой задачи. Но вскоре удача изменила ему. Воюя с остатками отрядов оппозиции в Нурэке, Уас Лонгариева попал в засаду. Выстрел из гранатомета взорвал машину, убил на месте врача Анвара Муминова, тяжело ранил самого Лонгари и его спутника Абдурахмона Азимова. Кто стрелял по машине, до сих пор не ясно и вряд ли когда-то будет известно. Наиболее популярная версия стреляли исламисты, разозленные успехом у Лонгариева, но УАЗик мог попасть и под дружественный огонь, если свои ошиблись в темноте и приняли автомобиль за транспорт противника. Раненых доставили в Донгаринскую больницу, а затем в Куляб. Врачи боролись за жизнь у Лонгари Лонгариева несколько месяцев, но безуспешно. В январе известный командир погиб. К октябрю 1992 года потери с обеих сторон составили от 15 до 20 тысяч убитых и несколько тысяч раненых. С юга уехало практически все население. Из республики за год уехало 90 тысяч русскоязычного населения, а если считать с 1990-го, то цифра достигает 360 тысяч. В конце ноября 1992 года более 500 русскоязычных беженцев в Душанбе 10 дней находились в поезде, который не пропускали исламистские боевики. Они сражались с силами Народного фронта, наступавшими на Душанбе, и угрожали расстрелять поезд с беженцами, если силы Народного фронта прорвутся. В конце концов, руководству Народного фронта удалось связаться с железнодорожниками Узбекистана и убедить их прислать тепловоз для того, чтобы вывести поезд с беженцами. 24 октября гессарские вооруженные группы под командованием бывшего председателя Верховного Совета Сафарали Кенджаева предприняли неудачную попытку захватить Душанбе и были выбиты из центра города в течение нескольких часов. С 16 ноября по 2 декабря в Худжанде прошла 16-я примирительная сессия Верховного Совета Таджикистана, который принял отставку Рахмона Набиева, избрал председателем Верховного Совета выходца из Куляба Эмма Мали Рахмонова, а также обратился к Казахстану, Киргизии, Узбекистану и России с призывом ввести в Таджикистан миротворческие силы. Спустя 10 дней 26 ноября полевые командиры Народно-демократической армии и Кулябских вооруженных формирований подписали в Худжанде соглашение о мире, однако Сафарали Кенджаев, недовольный тем, что ему в новом руководстве с формированным Верховным Советом не дали никакой должности, организовал новое наступление своих сторонников на Душанбе. Базирующаяся к западу от города Гессарская группировка также начала наступать на столицу. В конце ноября и в начале декабря окраины Душанбе подверглись обстрелу из реактивных установок системы ГРАД. 4 декабря представители Народно-демократической армии Таджикистана, контролирующие столицу, заявили по республиканскому радио, что считают новое руководство страны во главе с Амамали Рахмоновым вероломным и коммунистически одиозным, и что они не впустят новое правительство, базирующееся в Худжанде, в столицу. Военизированные группировки сторонников Народного фронта начали вытеснять отряды оппозиции из Душанбе. 10 декабря в столицу со стороны Гессара с боями вошел специальный батальон министра внутренних дел Якуба Салимова. После взятия города силы Народного фронта развернули наступление на опот оппозиции и узел шоссейных дорог Кафарнихон. И 20 декабря Кулябские вооруженные формирования выбили противника из этого населенного пункта. После чего боевые действия переместились в Раммитское ущелье и на восток, в направлении Гарма. И только 10 декабря, был хмурый день, 10 декабря, машина стояла во дворе, с нее уже одна же сняли колеса вперед беспредел с моей машиной. Я остановил колеса кое-как и отъехал в 101 микрорайон к одному товарищу Анвара Перейцу, у него был гараж бетонный, там поставил машину. 10 декабря я пошел за машиной, 10 декабря 1992 года, я пошел пешком, транспорт не ходил, пошел за машиной в 101 километров 10, пешком пошел, мимо цирка. У нас в доме, в нашем доме на повороте оставались ты, Наташа, никаких занятий, школ уже не было. Ты, Наташа, Шамсия и Саид оставались в нашем доме. А я пошел за машиной, чтобы вас перевезти на машине, неизвестно, какой район города, то там, то тут, везде были стычки военные в этот день, понимаешь? Но нужно было с этого места увезти, потому что мы жили прямо под боком третьей автобазы, а это был штаб оппозиции. Боевые действия, если должны были быть, то предполагались именно здесь. И они там и были, около нашего дома. 10 декабря я пошел пешком туда, дошел до цирка, было очень пасмурно. И когда я дошел до цирка, вдруг начались выстрелы и громы, гром, разрыв снарядов и выстрелы и паника со всех точек города, поднимаясь в столбы дыма. А самый большой столб дыма, Саша, самый большой столб дыма, когда я был на уровне цирка, я видел как раз в районе нашего девятиэтажного дома. И вертолеты Ми-24 кружили вокруг нашего дома. Где вы были? Ты, восьмилетний, Наташа, Шамсия, Саид. Что делать было? Идти за москвичем не было уже смысла, потому что явно просто началась война в городе, 10 декабря. Пошли БТРы по улицам. БТРы с красными флагами Советского Союза пошли. Это были уже БТРы, которые шли Народного фронта и в большей степени Квачковские. Но под флагами Советского Союза. Шли туда, на запад, к нашему дому. То есть было ясно, что вот эти исламисты все со всех районов города концентрируются именно на востоке города около нашего дома. Потому что это дорога на Каферниган, куда они отступали. Понимаешь? И основные бои должны были... Ужас какой у меня был, когда я цирка видел, что черный столб дыма, пожарище, было как раз в том месте, где вот поворот аэропорта. Такой столб дыма был, что от цирка было видно. И вертолеты кружились Ми-24. Я знал, что такое Ми-24, понимаешь? И вот я оттуда пошел пешком, опять домой туда, на поворот аэропорта. Шел, толпы людей бежали по улицам. И начиная от гостиницы Душанбе, я увидел, что люди, толпы, бегут по улице, они навстречу мне, оттуда, куда мне нужно идти. И вот я сквозь эту толпу, бежащих навстречу, шел туда, через станцию скорой помощи, через твою школу, куда ты ходил, и пошел за машиной, и где-то посередине дороги понял, что надо возвращаться. Да, возвращаться, там все горит. Там ты, там Наташа, там Шамси, я там, там дом, понимаешь? И когда до площади они дошел, где гостиница Душанбе, где Рустам жил, я увидел, что с улицы они, толпы, бегут сюда, наоборот, оттуда, все бегут сюда, туда никто не бежит. И вот навстречу, продираясь, я по тротуарам, по дворам, по улице невозможно было идти, потому что кроме людей были выстрелы все время там. Даже собаки бежали. И вот туда, по дворам, по дворам, через станцию скорой помощи, через двор инфекционной больницы, через забор перелез, наконец дошел до своего дома и каким-то образом долго стоял, пока можно было перебежать улицу они, и, наконец, оказался дома. Выстрелы начали стихать, эти твари покинули к этому времени, третью автобазу около нас, и начали отступать туда на док дальше, к Афернигану, куда идут. Так, по плану их туда отгоняли, в восточную часть города. Их туда выдавили сволочей. Вот. Пришел Анвар с мамой. Но мы же не знали, что все сейчас закончится. И ты с Наташей и с Анваром, и с мамой, пошли туда. Туда, да, потому что было ясно уже тогда, что из центра их якобы выбили, выбили сюда, к нам. К этому моменту уже и от нас уже стали выбивать их туда дальше. Но мы-то не знали, и мы отправили вас туда, вы пошли к центру. А в центре все еще продолжалось. Ты помнишь, как там танк выстрелил, да, за вашей спиной? Поэтому от центра в ужасе уже пошли на водонососла. Полагаю, что там спокойно. И там было неспокойно. Ну, в общем, к Новому году, 10 декабря, до Нового года выбили этих сволочей из города полностью. Правительство новое въехало в здания свои, начали осуществлять власть. Но полно было вот этих, которые еще попрятались. Их стали вытаскивать и расстреливать прямо в домах куляпцы. Вот из подъезда выносят, выводят вечером, в подъезде бабах, и даже не забирали, так они лежали. В общем, террор продолжился. Террор продолжился, теперь уже со стороны куляпцы. Оправданный террор, который, в общем-то, все поддерживали. Этих сволочей надо было убивать, как собак. И они как собаки и валялись, то там, то здесь, под заборами. Утром находили эти трупы, этих сволочей. За 6 месяцев гражданской войны в 92-м году погибло, по данным мемориала, 20 тысяч человек. Или, по некоторым оценкам, до 50 тысяч. После взятия Душанбе силами Народного фронта, там начался террор против живших Душанбе помирцев и каратогинцев. В городе продолжался криминальный беспредел. В январе-феврале 93-го года силами Народного фронта были арестованы практически все деятели оппозиционных партий и движений в Ленинабадской области. В том числе и занимавшие наиболее умеренные позиции. После триумфального освобождения Душанбе силами Народного фронта, дедушка Сангак стал самым влиятельным человеком во всем Таджикистане. Но требовалось соблюдать приличие, и никакого официального титула он не получил. Однако, как и Сталина, его вполне официально называли в прессе вождем. А знающие люди помнят, как прямо под камерой уже избранный президентом Рахмонов стоит позади него, трогает за плечо Бобо Сангака и говорит «Дуст, дуст, по-таджикски друг». И многие тогда заметили, что Сафаров ответил формальному главе государства по-русски «ПНХ». Для тех, кто не знает, что это, вот перевод. Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пидорас! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пидорас! В начале 1993 года основные боевые действия переместились в Гарм, Рамид и Дорлас. Высадка в Гарм, не состоявшейся столицей исламской оппозиции, заслуживает отдельного рассказа. Ленинабадский военный десант высадился в Гарме, не встретив сопротивления. К десанту вышло гармское руководство во главе с Мулой Саадидином. Мула поклялся на Коране, что на гармской земле боевых действий не будет. Организовали Оши-Ошти – Плов примирения. Затем предложили бойцам грузовик, чтобы те отправились в Душанбе и доложили о мирном исходе операции. Бойцы поверили клятве на Коране и сели в грузовик, но вместо Душанбе десант отвезли в Комсомолобад, в мечеть, в которой находился штаб. Далее – документальные строки журналиста. Мне показывали кассету, снятую душанбинским телерепортером. Камера медленно плывет между рядами изувеченных тел, попавших в плен бойцов. Два трупа просто сожжены. От одного осталась высохшая сморщенная мумия. Другого сжигали живьем в тандыре. Ступни, колено, бедра. У него ног просто нет. Выгорели. А то, что выше пояса, тело еще есть. У многих отрезаны уши, проткнуты прутьями животы, вырваны ногти. Другие кастрированы. Ленин-Абатцев, если попадали, не щадили и убивали так, чтобы другим было страшно. Еще один маленький аспект войны. В разгар геноцида, развязанного фундаменталистами, без вести пропало много людей, в том числе и девушек. Их вывозили в Афганистан и обменивали на оружие. Сначала за девушек не старше 15 лет давали два гранатомета и два автомата. Потом цена упала до одного автомата. Так и меняли, штуку на штуку. Фундаменталисты начали терять поддержку не из-за проблем с вооружением, а из-за того, с какой жестокостью они обходились со всеми вокруг. Вот что отряд бахтарцев обнаружил, когда посетил Гармскую мечеть. Там по стенам были распяты попавшие в плен бойцы. 18 человек замучено. Вот тебе и святое место. 9 января 1993 года официально были возбуждены уголовные дела на руководителей ИПВ Давлада Усмона, Акбара Тураджон Зоды и Шадмон Юсуфова по обвинению в развязывании гражданской войны. 21 июня коллегия Верховного суда Таджикистана запретила деятельность ИПВ. Но тут, в конце марта, происходит трагедия для НФТ. Бобо Сангак нанес визит к влиятельному полевому командиру Файзали Саидову. Предполагалось, что отцы народа будут решать вопрос по возвращению на родину таджикских беженцев в Афганистане. Согласно официальной версии, между двумя мужчинами случился конфликт, который унес жизни обоих. Но нашлись те, кто утверждал, что двое самостоятельных лидеров ушли на тот свет, чтобы власть досталась хорошо контролируемому Рахмонову. Вот что пишет корреспондентка ленинабадской правды Т. Палатинская. С той черной минуты, когда услышал, что Сангак убит, горе вошло в мое сердце. Чтобы там не измышляли о нем враги, чтобы не говорили обыватели, я, русская и ненаученная верить в бога женщина, скажу. Он был святым человеком. Он защитил не только свой куляб, но и нас, ленинабадцев. Он вернул нам русскоязычным веру в то, что все мы, таджикистанцы, братья. Все мы, дети этой прекрасной земли. Он спас наше отечество от страшного мракобесия, исламского фундаментализма. Сам про себя он говорил. Родина дороже жизни. Сафаров понимал, что благосостояние и социальная сфера Таджикистана основана на европейском населении, а потому всеми силами защищал русских. Но к соотечественникам он порой был весьма суров и как-то раз даже пообещал отправить к Аллаху всех гармских мужчин, то есть население целого большого района. Сангак Сафаров погиб в тот момент, когда основная работа по зачистке от оппозиции была сделана, несмотря на то, что оставалось много незавершенных дел. Весна 1993 года ударила по Таджикистану с трех направлений. Таджикистан остался в старой рублевой зоне. Прекратились все внешние торговые связи республики. Рабочим и служащим не выдавалась заработная плата, а Узбекистан прекратил поставки газа. Во-вторых, вследствие сильнейших селей на юге окончательно разрушилось сельское хозяйство. Стоимость буханки хлеба в августе в Таджикистане достигает 165 рублей. Банки замораживают все вклады. Начинается голод. Все полки в магазинах пусты, а на рынке ничего нельзя купить из-за отсутствия денег. Роль денег начинают выполнять пустые бутылки, а роль сдачи – кусочки хлеба. В-третьих, это афгано-таржикская граница. В июле 1993 года она подвергается массированным атакам. В режиме ЧС не судслужбу. Пянжский, Московский, Калайхумбский, Харокский, Ишкашимский и Мургабский погранотряды. Результатом стали трагедии 12-й погранзаставы и на участке Ишкашима, а также малоизвестные бои заставы Даштия с Гулем и участка Харок. В 1994 году оппозиция пыталась активизироваться, но не достигла ощутимых успехов. Обострились отношения между кулябцами и гессарцами, пользовавшимися поддержкой Узбекистана. В апреле 1995 года оппозиция начала контрнаступление с территории Афганистана, которое, однако, снова не принесло им успехов. В конце апреля в Москве прошли переговоры правительства и оппозиции на высшем уровне, результатом чего стало соглашение о продлении прекращения огня еще на месяц. В мае в Кабуле прошла встреча Рахмонова и Саида Абдуллу-Нури, где они договорились продлить прекращение огня еще на три месяца. С апреля 1994 года по мае 1997 года под эгидой ООН прошло 8 раундов переговоров между враждующими сторонами, но сами их лидеры не имели четкой позиции. Тогда же демократическая партия распалась на несколько блоков платформ, одна из которых стояла за вооруженное противостояние, а другая – за урегулирование конфликта дипломатическими средствами. В результате оппозицию стали представлять разрозненные группы полевых командиров – Коротегинский, Комсомол-Абадский, Таджикабадский и Гармский. 23 декабря 1996 года в Москве подписаны соглашения, под которыми поставили подписи М.М.Л. Рахмонов и Саид Абдуллу-Нури, которое предусматривало включение оппозиции в правительство. 4 498 бойцов было решено интегрировать в официальные силовые структуры. 5 377 членов оппозиции подлежали безусловной амнистии. 27 июня 1997 года в Кремле на девятой по счету встречи между представителями противоборствующих сторон при посредничестве ООН было подписано окончательное мирное соглашение. Президентом Таджикистана по результатам президентских выборов 1999 года остался сторонник светского правления М.М.Л. Рахмонов. Однако оппозиция получила места в парламенте, административные должности, директорские посты на различных крупных предприятиях, а рядовые бойцы сил оппозиции вошли в состав армии. Субтитры создавал DimaTorzok 27 июня является государственным праздником – День национального единства. Постановлением национального парламента этот день объявлен нерабочим. Исламская республика Иран также сыграла важную роль в урегулировании межтаджикского конфликта 90-х годов. Но в отличие от Российской Федерации, целям и задачам внешней политики Ирана больше соответствует идеология объединенной таджикской оппозиции – ОТО, а не легитимного светского правительства. Иран, будучи исламским государством, был более заинтересован в возникновении в Центральной Азии еще одного исламского государства, находящегося под его влиянием. Несмотря на историческую близость народов Таджикистана и Ирана и достижение таджикской и иранской дипломатии в развитии дружеских братских отношений между странами, роль Исламской Республики Иран в гражданской войне Таджикистана неоднозначна. Иран был настроен на урегулирование конфликта, хотя и не в пользу конституционного правительства. Помимо того, что Иран выступал наблюдателем практически на всех раундах переговоров между правительством Таджикистана и ОТО, большинство соглашений договоров были подписаны именно в Тегеране. В частности, речь идет о протоколе по вопросам беженцев, подписанном в Тегеране 12 января 1997 года. Протоколе о гарантиях осуществления соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане от 28 мая 1997 года. Соглашение о временном прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны от 17 сентября 1994 года. А также соглашение о прекращении огня и других враждебных действий на таджикско-афганской границе и внутри страны на период переговоров от 17 сентября 1994 года. Два последних документа были подписаны в один день и, несмотря на практически идентичное название, предметы рассмотрения разные. Такое активное и непосредственное участие в организации переговоров и предоставлении площадки для их проведения свидетельствует о том, что Иран выступал за установление мира и национального согласия в Таджикистане. Исламская республика Иран, несмотря на оказанную ею помощь и активное участие в проведении переговоров между правительством и оппозицией, намеревалась реализовать собственные геополитические задачи. В частности, содействовать возникновению у себя под боком лояльного государства. По самым скромным подсчетам, гражданская война обошлась Таджикистану в более 10 миллиардов долларов США по курсу тех лет. Экономика страны за время гражданской войны недосчиталась и недополучила из-за парализованной экономики и других причин еще несколько миллиардов долларов США. До распада СССР, Таджикская ССР и Киргизская ССР являлись беднейшими союзными республиками. А в результате пятилетней гражданской войны Таджикистан фактически превратился в одну из беднейших стран мира, хотя и не был включен ООН в официальный список наименее развитых стран. В ходе войны были разрушены свыше 60 медицинских учреждений, десятки школ и других учебных заведений, десятки объектов социального и культурного предназначения. Ухудшилась ситуация со здравоохранением. Тяжелая экономическая и социально-гуманитарная ситуация после завершения гражданской войны фактически отбросила Таджикистан как минимум на 10 лет назад. Из-за разрушения и приостановки большинства различных предприятий, заводов и фабрик в стране начала свирепствовать безработица. Произошла массовая утечка мозгов. С начала 2000-х годов из-за массовой безработицы население Таджикистана, в основном мужское, начало массово ехать на заработки. В основном в Россию, а чуть позднее в Казахстан, Турцию, США и страны Европы. В стране возник феномен живых сирот и вдов. Большинство детей и семей жило и росло без отца и главы семьи, который был на заработках и приезжал домой раз в год. Как во время войны, так и после ее завершения, страны мира, международные, мировые, региональные и неправительственные организации, регулярно отправляли в Таджикистан гуманитарную, техническую и финансовую помощь. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, удалось держать темпы инфляции на достаточно низком уровне. Темпы инфляции по итогам 2015 года 5,8%. Это 183 место в мире. По официальным данным правительства Таджикистана, в ходе пятилетней войны погибло свыше 60 тысяч человек. Большинство независимых специалистов и СМИ отмечают, что эти цифры занижены, и реальное количество погибших составляет от 100 до 150 тысяч человек. В результате войны свыше 25 тысяч женщин стали вдовами, а примерно 55 тысяч детей – сиротами. Несколько тысяч семей лишились своих кормильцев, часто единственных кормильцев. Свыше одного миллиона человек лишилось крова. Во время войны свыше 60 тысяч человек, преимущественно из Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области, бежали в соседний Афганистан, пересекая слабо охраняемую трансграничную реку Пянш. В 1990-е годы в Афганистане также была в разгаре гражданская война, но северные районы страны, которые граничили с Таджикистаном, контролировали силы, подконтрольные таджикскому полевому командиру Ахмад Шахмасуду. Небольшая часть беженцев уехала в Иран, Пакистан и Турцию. Около 200 тысяч человек бежало в Узбекистан, Россию, Киргизию и Казахстан. Небольшая часть бежала в страны Европы, США и Канаду. Таким образом, свыше 260 тысяч таджиков стали беженцами. Часть из них осталась в этих странах навсегда, получив гражданство, а часть вернулась после завершения гражданской войны. Большинство беженцев, в основном в Афганистане и Пакистане, удалось вернуть в страну лишь при посредничестве международных организаций. У ВКБ была проведена работа по возвращению беженцев в места изначального проживания, их реабилитации, обустройству их жилищ. А теперь, под конец, давайте я просто оставлю этот фрагмент, как возможный ответ на вопрос, как ему Мали Рахмонов стал пожизненным президентом. За что погибло 80 тысяч человек, чего добивались стороны, и кто добился, кто проиграл? На самом деле очень интересно. Как бы номинально одержали победу коммунисты. Но это первая победа, это номинальная победа. Потому что Рахмон, он оказался не таким коммунистом, как они думали. Они, после гибели Резоева, которого застрелил полевой командир Сангак Сафаров, и который должен был возглавить Таджикистан, но был слишком самостоятельный, и полевые командиры с ним расправились. Рахмон воспринимался, как человек глупый, как человек недалекий, как человек, который готов выполнять волю любого суверена. И так он себя представлял в разговоре с... И именно поэтому стал концептусной фигурой. И именно поэтому они были готовы привести его к власти. Кто они? Полевые командиры самих кулябцев. Должен был быть кулябец, потому что они понесли наибольшие потери в войне с их стороны, с коммунистической стороны. Когда они уже одерживали победу, они сказали, мы оттесняем северный клан, оттесняем ленинобадский и сахдийский клан, и кулябцы пусть придут в власти. Вопрос кто? Если я не ошибаюсь, кулябцы в советское время курировали силовые структуры Таджикистана. И воспользовались этим ресурсом. Теперь, но не таков был Рахман. У него была тактика, он пускал всем пыль в глаза. Он умел ждать, он умел объединяться с какими-то своими друзьями против других друзей. Потом с врагами против этих друзей. И он постепенно, постепенно проявляет чудеса какой-то шахматной мысли. Он смог расправиться со всеми своими соперниками во власти. Он смог уничтожить полевых командиров, того же Сангака Сафарова, потому что я не верю в случайность его гибели. Он смог отправить Якуба Салимова, зная, что этот человек не приспособлен к дипломатической работе, имеет сексуальное отклонение, он отправил его послом в Турцию. Какие сексуальные отклонения? Ну, там, он там в Турции погорел на изнасиловании. За что был объявлен персональный анград и арестован Душамба на 20 лет. Насиловал он еще и в гражданской войне, но как бы все это знали. Ну, в гражданской войне это не удивительно в любой войне. Да, но он не мог остановиться. Он не мог остановиться, он уже был вне себя. И расправляясь с полевыми командирами, он потом объединился с оппозицией, чтобы расправиться с остатками северного клана, сагдийского, этого кадженского клана. Да, потом он объединился с русскими, чтобы расправиться с узбеками, разделался там, не знаю, со всем влиянием Ислама Каримова. Потом он смог замириться с Мерзияевым уже после Ислама Каримова и ведется к Китаем политику уже, так сказать, не совсем пророссийскую. Как ты считаешь, это объясняется его мудростью или просто Таджикистан, ну, никому настолько не нужен, что Рахмонову позволяет делать все, что он хочет? Прежде всего, Таджикистан нужен своему народу. И не факт, что да. И они все извне. Извне как раз мало что влияют. Но проводить такие фокусы внутри страны, где отгремела гражданская война, это было нелегко. Ему надо было 20 лет выстраивать эти комбинации, потому что он практически получил страну без армии, получил страну без экономики, получил страну зависимую. И шаг за шагом, там, комбинация за комбинацией. И, кстати говоря, одна из этих многочисленных комбинаций были эти соглашения с Абдулла-Нурей, с Аидом Абдулла-Нурей, эти соглашения перемирий. Первое, что он сделал, он бросил боевиков... Ты говоришь, как будто наш зритель, он знает, о каких соглашениях ты рассказываешь. Ну, с 97-го года, об окончании гражданской войны. И объединив армию, приняв в нее бывших исламистов, первое, что он сделал, он бросил эту армию подавлять бунт в Худжанде, в Ленинабаде бывшем, вот на север страны, и этих фанатичных исламистов. А кто сбунтовался, бывшие коммунисты. Можно... И вот в этом весь Рахман. То есть разделяя власть и натравливая друг на друга. А на сегодня это все. Вот такой был гражданская война в Таджикистане 1992-97-х годов. Как вам ролик? На какую тему вы хотели бы следующее видео? Пишите свое мнение в комментариях. А напоследок хочу пожелать вам только одного. Мир вам всем! И пусть войны остаются чернилами на бумаге. Спасибо, с вами была программа «Азия. Большая игра». Я ее ведущий, Давид Эдельман. У нас в гостях был Александр Франк. И мы оба желаем хорошего будущего Казахстану. А... Таджикистан. И мы оба желаем хорошего будущего Таджикистану, несмотря ни на что.